Ну а мы перенесёмся, даже уже не знаю куда, в Москву и в Чечню. Везде происходят события, которые так или иначе стали темой нашей беседы. Игорь Каляпин, глава организации правозащиты под названием «Комитет против пыток». Сейчас у нас в эфире. Игорь, добрый день. Вы сегодня стали не только одним из участников пресс-конференции, но участником, героем печальных новостей, отчасти пугающих, хотя, может быть, ничего страшного не произошло, но всё-таки, тем не менее, вас закидывали яйцами некоторые люди кавказской внешности, которые утверждали, что с боевиками, точнее, с родственниками боевиков можно поступать, они вам, по-моему, это кричали, только таким образом, как поступают некие неизвестные люди после слов Рамзана Кадырова. То есть выгонять их из домов, сжигать эти дома, а людей выгонять из Чечни. Что значит выгонять из Чечни, я вообще не понимаю. Это как будто не Россия, что ли? Вот вы вообще ожидали подобной реакции? Вы зачем обратились с заявлением в отношении Рамзана Кадырова? Вообще-то не так много людей сейчас рискует, по-моему, так поступать. Ну, смотрите, есть два аспекта, очень разных и очень, на мой взгляд, их важно разделить. Первый аспект – это чисто правовой, то есть что называется де-юре. Вот де-юре, все очень просто и понятно в этой истории. Рамзан Кадыров, являясь высокопоставленным должностным лицом, являясь генералом полиции, на всякий случай, публично, официально, как он сам подчеркнул, призывает людей и говорит, что мы, мы имеется в виду власть в Чечне, вот, мы будем делать. И дальше он перечисляет действия, которые уголовным кодексом действующим квалифицируются как преступления. То есть насильственные действия по выселению людей, по уничтожению имущества, домовладений, по принуждению людей к выезду в другой субъект Российской Федерации, да, и все это преподносится как меры по борьбе с терроризмом. То есть, вот, на самом деле, ну, наверное, в этом еще можно усмотреть какой-то мотив мести. Но профилактики терроризма здесь нет точно. То есть, вот, если чуть-чуть дать себе труд задуматься над тем, какие действия, какой результат будут иметь действия, будет очевидно, что результат будет противоположным. А вот давайте подумаем, как же нету профилактики терроризма, если этих людей изгоняют, что, безусловно, является преступлением по законам Российской Федерации, но не убивают, и, как минимум, не возникает вопросов, связанных с кровной местью, что, в общем, понятное дело, особенные вопросы, которые, ну, для Кавказа вещь особенная. Ну, смотрите, я, во-первых, должен сказать и, ну, предлагаю просто принять это на веру, да, вот я как человек, который с 95-го года в Чечню ездит периодически, и, наверное, за эти 20 лет я там, ну, 4 или 5 лет провел чистого времени, да, что называется. Понимаете, какая штука? Вот эти люди, которые там либо ударились в какие-то фундаменталистские, скажем так, течения ислама, либо они встали на путь, вот, вооруженного террора, да, примкнули по террористическому подполью, исповедуют там идеи какого-нибудь там Амарата Кавказа и так далее. Эти люди, они на самом деле не популярны в своей семье обычно, да, и вот многочин, я много знаю семей в Чеченской республике, в которых, в том числе, есть какие-то молодые люди, которые вот, 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 вот он, вот, но на него вся семья смотрит, как на Чепенсу, но они с ним сделать ничего не могут. Ведь ваххабизм, в частности, в Чечне носил характер такого молодежного движения, да, которому... Я понимаю, что Рамзан Кадыров ведь, наверное, имеет в виду, что может сделать семья, должна сдать его правоохранительным органам. Другой вопрос, не каждая семья решится на такое? Ну, во-первых, не каждая семья на такое решится, во-вторых, семья ведь не знает, есть у него оружие или нет. О чем он там со своими товарищами около мечети вечером разговаривает? Семья не в курсе, такие люди не откровенничают с семьей. И семья, вот, в любом случае, смотрите, даже если, даже если, ну, семья может догадываться, что он вот так себя ведет, наверное, он вот... Семья, тем не менее, не является, она не сочувствует терроризму, да, семья является законопослушной. Семья, может быть, если что-то и нарушает из пожеланий Кадырова, заметьте, не Конституция Российской Федерации, у нас писать первую статью, никто не отменял, никто не обязан закладывать родственника своего, тем более, зная, что его после этого там до смерти замучивают, скорее всего. Но семья, тем не менее, она вот законопослушный образ жизни ведет. Что происходит после того, как эту семью выдергивают из дома, да, то есть это вот в формате зачистки происходит, дом поджигают, разрушают, семью куда-то там сажают в какое-то транспортное средство, побросав манатки, и вывозят в Ставрополь. А меньше становится от этого боевиков? Боевиков становится больше, безусловно, потому что кто-то из этих людей, вывезенных в Ставрополь, да, что такое чеченская семья, мы понимаем, это много народу, это не четыре человека. Братья, сестры, примерно ровесники. Кто-то из них почти наверняка возьмет, откопает автомат и пойдет в лес, что называется. Теперь вопрос уже касаемый, давайте поговорим немножко о вас и о вашей безопасности. Вот после того, как Рамзан Кадыров, напомню, написал у себя в Инстаграме, что некий Каляпин спонсировал боевиков в Грозном, ваше имя не прозвучало, но тогда все предположили, что это, ну, очевидный сигнал, а может быть даже и угроза. Вы связывались с кем-нибудь из чеченских политических деятелей, может быть, правоохранительных органов, как-то объяснялись с ними вот за эти сутки? Нет, я не вижу в этом никакой необходимости. Ну, во-первых, потому что я знаю руководителей правоохранительных органов Чеченской Республики. У них у всех есть мой телефон, точно так же, как и у меня их. Им нетрудно набрать. И, да, более того, у них у каждого есть мое честное слово, что я по первому требованию, если ко мне появятся любые вопросы, по моей деятельности, по деятельности вот нашей сводной мобильной группы в Чеченской Республике, я немедленно прилечу в Чечню и лично на все вопросы отвечу. Но это вообще опасно, мне кажется, просто лично прилетать. Они меня не вызывают, они меня не приглашают. То, что вас закидали яйцами, это означает, что конфликт в некотором смысле разрешен? Ну, то есть вас, ну, с точки зрения, наверное, людей, которые это сделали, как бы публично пытались унизить, и тем самым не будет никаких последствий? Или это ничего не означает вообще? Я думаю, что это не означает ничего вообще. Это просто проявление некой вот, некой истерии, которая сейчас существует вокруг этой ситуации. Да, то есть Рамзан Кадыров не просто. То есть то, что я там шайтан, пособник террористов и так далее, он говорил уже не раз. Ну да, а тут вы отдали целое заявление в генпрокуратуру на его слова. Да, и вот он явно в ярости, он поэтому и обвинил меня уже не в том, что я там шайтан, пособник шайтанов, а в том, что я просто организатор нападения на Грозного. А есть люди, которые могут Рамзану Кадырову вдумчиво и спокойно объяснить, что вызывает вопросы в его словах и в его действиях? Я, к сожалению, только одного такого человека знаю. Это Владимир Владимирович Путин. То есть не какая-нибудь условная Тима Кандалаки или его друзья из артусовки и прочего? Я не знаю человека, который бы мог влиять на Рамзана Кадырова и иметь при этом предсказуемый результат. Сколько людей сейчас работает в сводных группах на территории Чечни из-за комитета против пыток? Ну, у нас там постоянно находятся 4-5 человек, и плюс обычно у нас там еще 1-2 региональных журналистов из каких-нибудь регионов. Вот сейчас там девушка из Ростова. Я, безусловно, страшно переживаю именно за их безопасность. Потому что, если меня здесь закидали яйцами, и вот, ну, в общем, ну, ну, закидали и закидали, да, я жду, вот, может быть, волосы на дворе начнут расти. А там-то ведь яйцами закидывать не будут. Там швырнут пару гранатов в окошко. И вот, и понятно, что последствия будут совершенно другие. Можно ли вынимать ваши слова таким образом, что если с этими людьми что-то произойдет, то вы связываете впрямую эти события или нет? Безусловно. Безусловно, конечно. Я полагаю, что Коли Рамзан Кадыров это сказал. А он, кстати, вчера вечером выступил по местному телевидению, Грозенскому. И дополнительно еще произнес речь о том, что вот команда Каляпина в Чечне работать не будет, поскольку эти люди дестабилизируют обстановку, они являются способниками террористов, они являются агентами западных спецслужб, они предатели Родины. Это вот дословно то, что прозвучало из уст Кадырова. И я именно поэтому жду, что вот, ну, понимаете, Эстенирову-то тоже не лично Кадыров убил, но ее убили после того, как Кадыров, ну, вот, образно выражаясь, нарисовал на ней мишень. Вот. Сейчас такая мишень нарисована вот на нас, на наших сотрудников, которые там работают. А обращение в Чечне к вашим сотрудникам в целом вот за год, например, сколько зафиксируют? То есть, какой объем работы вы делаете? Если можно ли такую статистику, если из головы будет, может, и достать? Значит, мы приняли там буквально десяток, наверное, заявлений, но людей к нам обратилось, ну, точно больше сотни. Другое дело, что люди очень часто заблуждаются, они думают, что, коли это называется вот там сводная мобильная группа, тут работают какие-то русские. Вот. И там, значит, Каляпин, который там, вот, на которого Кадыров ругается, который там член президентского совета этим всем командует, то, наверное, они могут решить их проблему. И люди к нам приходят, и мы начинаем объяснять, что, вы знаете, вот нам сейчас нужно будет сами составить заявление, нам на это заявление... А, то есть, что вы не решало, а вы юристы, как минимум. Да, да, да. И люди уходят очень разочарованные, потому что они-то рассказывают о своей проблеме и говорят, вы только никому пожаносто этого не говорите. Не забоятся. Да, да. И когда мы людям говорим, что если мы не будем об этом говорить, то мы и проблемы не сможем решить, вот, люди говорят, ну тогда нет, тогда не надо. Да. И все же один вопрос, к которому мы уже последний, наверное, в этой истории, я хочу вернуться. Вот смотрите, вы же тоже, вы же даже называетесь комитет против пыток. Понятно, что физическое насилие, убийство, это всегда хуже, чем сохраненная жизнь, где бы то ни было, она не проистекала дальше. Ну, мне так кажется, хотя это не всегда так, иногда умирают от тоски по родине, тоже не секрет. Но все же, в рассуждении поступка Кадырова, там, слов Кадырова, есть одна логика такая, что он же все-таки не убивает их и не предлагает кому-то убивать. И неизвестные люди их не увозят в лес. Что в ситуации в Чечне, мне кажется, мне кажется, я не знаю, но я предполагаю, что, наверное, это бы могло произойти. Могли бы какие-то неизвестные люди приехать и не дом сжечь, а людей прикопать просто в посадке. А их все-таки изгоняют, но, тем не менее, они живы. Может быть, таким образом Рамзан Кадыров считает, что это гуманно? Рамзан Кадыров... И вообще, вам не кажется, что это гуманно по сравнению с тем, что могло бы быть, там, 10 лет назад? Пять лет назад? Ну, это точно более гуманно, чем то, что происходило 15 лет назад, да, когда там погибали просто сотни людей во время зачисток, бомбежек, похищений и так далее. Да. Безусловно. Но только, понимаете, важно-то ведь не... Важна не только точка, в которой мы находимся, но и куда мы движемся. Да, это безусловно. Так вот, благодаря этому истеричному заявлению Рамзана Кадырова, ситуация в Чеченской Республике двинулась вспять, уверяю вас. И людей, которые пойдут в лес, станет больше. И людей, которые точно вот с антироссийскими настроениями будут проживать в Краснодаре, Ставрополе, Астрахани, Бомбограде, станет больше. Я даже надеюсь, что другим главам российских регионов, по примеру, Рамзан Кадырова, не придет в голову кого-нибудь куда-нибудь изгонять, а то тут... И чего? И мы будем граждан Российской Федерации, ни в чем не признанных виновными судом, гонять по России из региона в регионы? Вал, и людей на сотом километре жили, да. Ну, в общем, да, я понимаю, о чем вы говорите. Вопрос, конечно, не в том, где мы сейчас, а в том, куда мы движемся. Игорь Каляпин, глава Комитета против пыток, очень коротко успели поговорить о ситуации, которая сложилась вокруг Комитета Каляпина и того конфликта, заочной полемики, который приключился между Игорем Каляпином и Рамзаном Кадыровым. Поэтому давайте будем очень внимательно следить за этой историей, которая, как, наверное, и эхо чеченских войн, может очень серьезно повлиять на историю России. И напомню, что сегодня годовщина, формально годовщина, 20 лет начала Первой Чеченской войны, очень печальная дата, об этом с Игорем поговорить не успели, надеюсь, не последний раз у нас в эфире.